Доброе утро, друзья! Почему-то вспомнилось, на улице идет снег, а, впрочем, на улице идет снег такой из тополей, а у нас идет концерт. Наш концерт — это рассказ про главные события ушедших дней в области виртуального, в области социальных сетей, интернет-бизнеса, цифрового пространства в целом. Напомню, что сейчас звучим в прямом эфире, 99.6 в Москве, или онлайн на финам.фм. Смотрим на прошедшие две недели, поскольку предыдущий выпуск у нас был специальный, поэтому мы не охватили некоторые события, которые было бы полезно охватить. В частности, одно из них стало главным для нас. Ну, а до того, как представлю, собственно говоря, так сказать, сводку, рассказ о тех событиях, которые будем обсуждать, скажу, что меня зовут Максим Спиридонов, а гости упуска вместе со мной, говорящие о том, что случилось в цифровой среде сегодня, это Егор Руди, сооснователь и гендиректор компании «Рудитр Групп». Егор, приветствую. Здравствуйте. И Олег Ульянский, гендиректор детского портала «Твид». Олег, привет. Доброе утро. Значит, коллеги, как обычно, для вас и для наших слушателей, скажу, что мы обсуждаем наиболее интересные события, подборщи которых мы сделали редакции «Рунетт» сегодня. Поскольку у нас сейчас получилось очень много событий, мы решили сделать главными, то есть основными сюжетными линиями два из них, таких два выдающихся. Это будут следующие события. Структурой объединенной компании «Рамблер» афиша «СУП» произошли серьезные перестановки. Вот то, что уже обсуждалось не раз, но мы сейчас поставим точки, поскольку именно на прошлой неделе «ФАС» окончательно одобрил это объединение, и были произведены серьезные кадровые перестановки. То есть стало ясно, куда пойдет, ну, в общих чертах стало ясно, как будет двигаться компания, по крайней мере, будет ли сохранен прежний курс. Ответ нет, и вот куда будут двигаться дальше, сколько сильная будет коррекция, мы, собственно, и разберем. Вторая новость, которая станет главной, ну, так скажем, основной для нас для обсуждения, войдет в один из самых сюжетов эта. Новость о том, что Министерство культуры выступило с пакетом поправок, которые призваны достаточно радикальным образом бороться с пиратством сети. Об этом много говорят, не только мы, но надеюсь, что мы сможем вскрыть эту историю несколько более глубоко, поскольку сами в этом всем купаемся, являясь людьми, погруженными в интернет, и бизнес вокруг этого глубоко. Итак, помогут ли предлагаемые меры в борьбе с нерецензионным контентом, и не придут ли они к концу существующих сейчас интернет-свобод? И свободы ли это вообще? Вот, на эти другие вопросы нам ответит в прямом эфире один из ключевых разработчиков законопроекта. Мы ждем этого включения. Это вот вводная часть, на этом она завершена, коллеги. И сейчас подборка новостей не менее значимых, но которые обсудим чуть более быстро, чем основные сюжетные линии. Первая из них. Корпорация Yahoo приобрела глубокий хостинг Tumblr за 1 миллиард 100 тысяч долларов. Рекорд Инстаграма был побит, заметьте. А сделки были объявлены на позапрошлой неделе. Значит, Егор, как прокомментируешь эту покупку? Зачем Yahoo и Tumblr? Ну, хороший вопрос. Вообще, у Yahoo большая история acquisitions, большая история покупок других компаний. На самом деле, не самая удачная. А сейчас они как с цепи сорвались. А сейчас они как с цепи сорвались, да. Но понятно, что они как минимум увеличат монетизацию сервиса, решат проблемы монетизации как раз Tumblr, у которого за прошлый год, насколько я понимаю, там 30 миллионов долларов всего было. По-моему, даже меньше. Ну, сейчас, может быть, ранрейт примерно такой. И понятно, что Yahoo действительно может существенно увеличить доходы Tumblr. И это, наверное, как бы основа этой покупки. Я думаю, что у них есть планы по продуктовой интеграции, по получению синергии продуктовых, да, именно. Но они как раз-таки достаточно туманные. То есть можно предположить, что они будут инкорпорировать Tumblr в свою продуктовую линейку, но там, честно говоря, больше вопросов, чем ответов. То есть там это все связано с тем, как они возродят поиск, как они будут интегрировать именно со своим поиском, ну и в другие сервисы. Еще одна новость в этом же направлении, извините, что прерываете, поскольку у нас в данном случае нужно коротенько определиться по главным новостям. Yahoo предложила от 600 до 800 миллионов долларов за видеосервис Hulu. Об этом сообщает издание All Things Digital со ссылкой на несколько анонимных источников. Цена варьируется в зависимости от условий сделки. Олег, эта покупка, как тебе кажется, для Yahoo целесообразна? Я думаю, для Yahoo сейчас целесообразно генерить новости интересные для рынков, как крупный игрок и инвестор, потому что вся история последних времени эти, там, Google с Facebook борются за WhatsApp. Тот миллиард, нет, тот миллиард. И какие-то Yahoo, столб индустрии, многие там чуть ли не десятилетия, он где-то, главная его новость, что новая гендиректорша запретила работать из дома. Это последнее, что мы знали про них. А теперь мы знаем, что они игрок, они тут миллиард сто, тут 800 миллионов. Готовы выложить, пока еще не выкладывают. Не важно. Они игроки, они публичная компания, они генерят важные новости для фондового рынка. Они вернулись в большой-большой интернет, играют там же, где играют большие, Facebook и Google. Я думаю, что это немаловажная их задача. Еще одна новость по поводу Yahoo, который в последнее время генерирует действительно события. Инфоповоды. Фотосервис Flickr, который им принадлежит, был куплен в свое время, так же, кстати говоря. А потом как-то подзаброшен, и даже пользователи расстраивались, качали головой и говорили о консервативности и бестолковости руководству Yahoo. Так вот, Flickr представил новый дизайн, а каждый пользователь бесплатно получил терабайт на серверах сервиса для хранения фотографий. Вот такой аттракцион щедрости. Егор, не находишь? Знаешь, они еще, по-моему, отменили премиум-аккаунты, то есть они всем подарили, потому что не хотим с вас брать деньги. Вот такие мы ребята щедрые. В принципе, это, конечно, очень вовремя, и сейчас это, ну, как лакомство бумажка будет вот этот вот Flickr, да, смогут ли они вот этим новым дизайном и новой продуктовой стратегией, смогут ли они показать, что они могут успешно развивать купленные компании. И, ну, это, в принципе, хороший сигнал. Это все в одну сторону, и Tumblr, и у покупки Flickr, это вот визуально ориентированные сервисы, которые, кстати, вот Flickr заредизайнены, выглядят вполне себе симпатично, надо сказать. Ну, вообще, Мариса Майер, она очень такой продуктовый человек, это человек, которого давно не хватало Yahoo, и поэтому есть, на самом деле, надежда, что она покупает это не просто вот для покупок, да, а что у нее есть продуктовое видение, да, как это инкорпорировать эти продукты и увеличить энергию между ними. Хочется верить, да, что она не в режиме, держите меня семеро, сейчас все куплю с рынка. И еще, пока Google с Пикассо делает глупости, инкорпорируя все в Google+, который не очень сильно взлетает и убивая Пикассо в старом ее нормальном фото. Ну, спорно глупости или спорно, кстати говоря. Ну, мое юзерское мнение, как юзера многолетнего юзера Пикассо, вот, а эти как раз делают фотосервис более достойным фотосервисом. Егор? А вот здесь я хочу сказать, что не исключено, что Yahoo как раз-таки на пути к подобного рода глупостям, как вы называете, потому что вот этот Tumblr, он может как раз заменить в их портфеле как раз недостаток социальной сети, и как раз-таки Tumblr может использоваться, условно говоря, как их социальная сеть, скажем так, в которую тоже будут инкорпорироваться эти сервисы. Поэтому, на самом деле, ну, я не разделяю мнение о том, что это глупость Google, вот, действительно, социальные сети очень сильные. Ну, в общем, мы наблюдаем попытки Yahoo запрыгнуть в выходящий поезд, остаться в первой лиге, высшей лиге даже, сказал бы, где находятся и борются друг с другом Facebook, Google, Amazon, Microsoft, и вот там остаться, и, значит, тогда нужно иметь свою экосистему, нужно иметь социальную сеть, свою, в итоге, кстати говоря, мобильную платформу в идеале, или хотя бы какую-то там зацепку на железке вот эти вот. Мобильные устройства, ну и так далее, различные. Почта у них есть, что важно, и там это хороший корневой сервис. Пойдем дальше. Яндекс, что ближе для нас, выкатил новую поисковую платформу Дублин. Он подстраивается под 7-минутные запросы и интересы пользователя. Олег, нужно тебе, чтобы подстраивался Яндекс под твои 8-минутные запросы? Быть может, они меняются так быстро, что только будет сбивать с толку? Я не знаю. Вот думаю, что да, наверное. То есть у меня вот из вещей, поскольку человек гуманитарный, мне все, что связано с математикой, вызывает у меня благоговейный трепет, и я считаю, что, наверное, они все знают. Поисковая система, решая математическими инструментами, задачи, в общем, гуманитарного характера, на самом деле не требует математического ума. То есть они на самом деле пытаются, что такое поисковик? Это попытка симулировать мудрого человека в правильных обстоятельствах, который ответит тебе вот именно в правильных обстоятельствах и правильном контексте на твой вопрос. Верно, Егор? Да. Поверить алгеброй гармонию. Правильно? Ну, типа того, да-да-да. Вот эти вот волшебники эту гармонию поверяют. Ну, посмотрим, как будет работать. Просто имейте в виду, сейчас обращаюсь к слушателям, что теперь Яндекс за вами следит внимательнее. Пауза. Еще. Да. Казалось бы, без того ты внимательно следил, как и другие крупные корпорации. Теперь еще внимательнее. ICANN — это компания, которая обеспечивает, корпорация, обеспечивающая делегирование и управление доменами мирового уровня, одобрила выделение домена верхнего уровня .yandex. То есть теперь возможны сайты, там, не знаю, yandex.yandex. Кстати говоря, довольно забавно было бы на это посмотреть. Ну и так далее. Пока компания, а именно, собственно, Яндекс уже намерена использовать домен в своих внутренних разработках. Еще один факт. Яндекс.Музыка, снова про Яндекс, перешла на собственную технологию распознавания мелодий. То есть когда вы нажимаете кнопочку типа «Узнать, кто это играет», и вам сообщают. До этого использовалась довольно известная SoundHound. Ну и так, чтобы до кучи еще про Яндекс.Музыку, то, что была представлена Яндекс.Музыкой для платформы Android. Прежде она работала только под iOS на, собственно, айфонах. Вот эта вот история с Яндекс.Музыкой, которая, кстати говоря, в полнофункциональной версии имеет подписку 200 рублей в месяц, платит пользователь за то, что пользуется этим приложением и имеет возможность обратиться к музыкальной фонотеке Яндекса. Насколько она, с твоей точки зрения, Егор, перспективна? Ну, на мой взгляд, перспективна. Я вообще за платный контент. Ты предприниматель обыксинтерна, ты на другой позиции быть не можешь. Ну, я и как пользователь за платный контент. Сейчас нам нужно приглашаться будет на буквально несколько секунд для того, чтобы дать микрофон нашим коллегам, и потом мы продолжим разговор. Ну что ж, мы продолжим там, где остановились. Напомню, что это Рунет сегодня, программа о главных событиях в цифровом пространстве. Программа 3 июня 2013 года, говорю, для тех, кто слушает нас в подкасте. Кстати говоря, слушать в подкасте, это правильно, хорошо и модно, я бы сказал, поскольку позволит вам не пропустить, кроме всего, еще ни одного эпизода программы Рунет сегодня. И бесплатно. И бесплатно, пока что. Пока что бесплатно. А мы продолжаем вместе с моими коллегами обсуждение темы небесплатной. Я только что представлю, собственно, присутствующих в студии. Егор Руди, создаватель гендиректора компании Рудитогрупп, Олег Ульянский, гендиректор детского портала Твиде и я, Максим Спирдонов. Вот мы, собственно, втроем в теплой компании поутру обсуждаем события последних дней. И пары недель, уже вышедших в области виртуального. Мы остановились на Яндекс Музыки, которая заинсталлировалась в Андроиде и предлагает платить деньги за полнофункциональную версию приложения по 200 рублей подписки. Егор? Да, опять же, я по-прежнему считаю, что это здорово. Так, не изменилось ничего за полтора минуты нашего отсутствия в эфире. Значит, музыка — это контент. Он создается профессионально. На это нужны деньги. Чем больше денег у правообладателей, тем лучше они создают контент, тем больше нас музыки ждет. Вот здесь... Тем больше ждет нас качественной музыки. Критики-концепции внедряются и говорят, подождите, не правообладатели делают музыку, а авторы. А авторы, они вот музыку могут делать практически бесплатно на коленке. В общем, и даже лучше, чтобы они делали на коленке, говорят некоторые горячие головы. Потому что они когда голодные, они лучше творят. Да, но при этом сами они смотрят, скорее всего, дорогие голливудские фильмы. Там «Аватар» смотрят, не знаю, «Матрицу» и так далее. И вряд ли смотрят авторские фильмы, которые сделаны на коленке, ну или их очень мало смотрят, скажем так. Поэтому я считаю, что хорошая монетизация — это реально здорово. И я думаю, что пользователи будут с удовольствием в итоге платить за качественный контент. Главное, чтобы реально доступ к нему был упрощен. И в этом смысле вот это приложение, есть подписка, недорогая, и хороший доступ к большому количеству контента. Это, на мой взгляд, хороший. Пару слов, Олег, твоё мнение. Я думаю, что сейчас идёт навстречу музыкальная индустрия. Вообще, шоу-бизнес и пользователей было ещё и там 5-7-10 лет назад. Шоу-бизнес сказал, ни одной ноты бесплатно. А эти говорили, ни за ноту не заплатим. Сегодня всё идёт навстречу. Во-первых, мы видим всё больше и больше сервисов, куда правообладатели бесплатно освобождают права, очищают, допустим, слушать на компьютере бесплатно, как на Яндекс.Музыке. Да. Слушать на мобильнике за деньги или... За небольшие деньги, приятно. Ну да, за небольшие. Я думаю, что очень скоро мы увидим ещё всякие интересные для автомобиля девайсы, которые позволят и радио, и интернет, и стримовую музыку всякую слушать через 3G, через там всякие истории, которые можно будет получать в автомобиль. Я думаю, что это всё будет развиваться, но уже сегодня понятна одна важная вещь, что если раньше сэр Пол Маккартни давал один концерт в год, и остальное время сидел у себя на вилле и получал потиражные, то сегодня он может и до Караганды когда-нибудь доехать дать концерт, поскольку... Бьётся встречку подсуетиться. Да, подсуетиться. Но я должен сказать, что Шаляпин тоже с потиражных не жил, он концерты давал. Окей, давай не будем к временам Оно отходить. Де-факто, действительно, особенно ярко представлен, существует диалог вот этот вот между сторонниками и противниками бесплатного контента. И этот диалог, в частности, например, очень ярко проявился в комментариях к Яндекс.Музыке. Я посчитал их с удовольствием сегодня с утра. Одни говорят, да, конечно, замечательно, спасибо большое за приложение. В общем, как бы, почему не заплатить хорошим людям 200 рублей в месяц. Другие возмущаются в лучших чувствах. Они просто негодуют. Вот, иными словами сказать, с нелицензированными выражениями, они клянут Яндекс, на чём свет стоит. Говорят, да что вы с ума сошли, ну доллар в год максимум я готов заплатить, говорит большой экономист какой-то там. В общем, это было очень забавно. Тогда я считал комментарии, это впечатление сильное. Но идем дальше. К вопросу о платном контенте. iTunes разрешил, другая сторона медали, не Android, да, типа того, что более охотно платящий пользователь, разрешил оплату через Яндекс.Деньги. Хочет захватить, видимо, российского пользователя. Так, Егор? Ну так, на мой взгляд, достаточно рядовая новость. Понятно, что это должно было случиться. Чуть-чуть будет удобнее пользователям, хотя на самом деле в iTunes можно было платить кредитной картой. Яндекс.Деньги пополнять той же самой кредитной картой. Ну да. И давай новость. Пойдем дальше. Еще вот по поводу Яндекс, чтобы с ним расстаться. Фонд GrandTam, извиняюсь, Майо Ван Оттерло, вероятно, не русский. В первом квартале 2013 года стал акционером Яндекса, купив более 2 миллионов простых акций компании на сумму 47 миллионов 600 тысяч долларов. Верит фонд с невыговоренным названием в нашу компанию. Еще одна новость биржевая. Вокруг Яндекса на московской бирже. В июне планируют запустить фьючерс на обыкновенной акции Яндекса. Он торгуется на NASDAQ, как известно. И вот решили сделать его ближе к народу. Ну и еще одна новость по поводу Яндекса. О том, что Яндекс.Деньги. Уже не очень даже Яндекс, поскольку там в основном Сбербанк, акционерам с некоторых пор. Яндекс.Деньги объявили о начале сотрудничества с международным платежным интегратором Skrill. Благодаря этому компанию планируют начать партнерство еще с 10 тысячами интернет-магазинов по всему миру. Skrill – это бывший MoneyBookers, более известная платежная система мировая. Егор, Яндекс.Деньги нужны пользователям за пределами России? Яндекс.Деньги пользователям за пределами России, думаю, что не очень. Наоборот. Пользователям Яндекс.Денег нужно их потратить за пределами России. Для этого нужен Skrill, если я хочу в каком-нибудь маленьком магазинчике что-то купить. Ну, по поводу... А PayPal-то чем плохо? Ну, его надо завести для этого. Сконвертировать, ну, в Россию. Ну, да, извините, а зачем... Ну, если есть Альфа, зачем Сбербанк или наоборот? Ну, как, у тебя есть это. Я по поводу Яндекс.Денег и iTunes хотел бы прокомментировать. Мы тут все сказали, а, ну, кредитные карты же принимают. Извините, есть куча людей, у которых нет кредитных карт, дети, например. А кто у нас... А почему у них Яндекс.Деньги? Яндекс.Деньги завести гораздо проще. Для этого вообще ничего не надо. У Яндекс.Деньги можно завести кошелек вообще без идиотошек. Деньги туда как завести? Ну, как взять у папы. Ну, неважно. Одно дело взять у папы кредитную карту и потом ее тратить. Или один раз взять сумму и положить на Яндекс.Деньги. Ну, как вариант прокладки такой, да? Ну, да, конечно. Конечно, и Киви уже внутри, просто Яндекс.Деньги идут вслед за Киви в этой истории. То есть история с тем, что необязательно иметь кредитную карту, чтобы пользоваться iTunes, это важно, особенно для подростков, которых немало. В общем, платежное пространство тоже становится глобальным, получается. Вот все новости про это. Еще интересно то, что Яндекс, видите, дружит с MoneyBookers, вероятно, против PayPal, который, наоборот, пришел к ним в Россию. Яндекс.Деньги, да, поправлюсь, да, потому что Яндекс.Деньги... А я же сказал? Яндекс. Да, Яндекс.Деньги, да, конечно. Поскольку компания Яндекс.Деньги, все-таки уже такая сбербанковская история на 75%. Далее новость. Роскомнадзор выберет новый механизм блокировки сайтов за ближайшие полтора месяца. В заявлении ведомства говорится, что новый метод блокировки будет выработан совместно с представителями отрасли. Это тот самый оператор с списка запрещенных сайтов. Все время реестр запрещенных сайтов. Вот. И еще одна новость туда же. Также стало известно, что Роскомнадзор собирается запустить интернет-ресурс для публичного обсуждения своих рекомендаций по процедуре блокировки сайтов. Вот такие вот истории. То есть Роскомнадзор, в общем-то, кстати говоря, не очень сильно на косяще, по сравнению за выражение, за последние полгода с введением списка. Хотя были ошибки, были случайные блокировки. В ВКонтакте. Да. В Википедии. В Википедии. Да, да. Но при этом, в общем, это было не ежедневно, так скажу тебе. Многие ожидали худшего. Когда некая разница берется вдруг, неожиданно возникшая, типа, а вот теперь мы будем таким интернет-полицейским. Ну, в общем, они сносно, мне кажется, эти справляются. К чему это все, как ты думаешь, выведет, Егор? Вот эта история по составлению реестра, видимо, он цивилизуется как-то. Ну, я думаю, что это, на самом деле, естественный процесс. Согласен тоже, что ожидали более худшего, да, от этого реестра. И я думаю, что с каждой итерацией будет действительно лучше, как бы. То есть я скорее позитивно реагирую на... То есть понятно, что... И вот мы сейчас будем обсуждать основную тему, да, с интеллектуальной собственностью, да. Понятно, что вначале там закон будет идти вперед, впереди инструментов, которые нужны для исполнения. И это будет такой итеративный процесс. И вот мы его просто буквально наблюдаем. Мы живем в нем, совершенно верно. Когда это выстроится, Олег, а куда это выстроится, как ты думаешь, с Роскомнадзором и списком запрещенных сайтов? Я думаю, что это часть какого-то общественно-политического, более большего процесса. И если мы будем знать, куда выстроится тот больший процесс, то мы будем знать, куда выстроится этот. Надо сказать, что общественно-политические процессы, на мой взгляд, двигаются гораздо интенсивнее и радикальнее. В этом смысле то, что интернет не трогают до сих пор так основательно, даже в общем... В меньшей степени трогают. Здесь вот есть важный все-таки комментарий. Если реагировать на теорию заговора, то я сказал, что все-таки скорее есть явные сигналы того, что трогают. И вот эта история с покупкой ВКонтакте, история с консолидацией СУП и афиши под Мамутом. А вот это другая история, по-моему, совсем. По поводу этого поговорим еще отдельно. То есть в общем и целом это может выстраиваться в такую некую общую картину большего контроля над интернетом. Да, в этом поговорим в новости про афишу Рабблер и СУП. Значит, дальше идем. Стало известно, что портал госуслуги передали Почте России. Об этом сообщило издание CNews со ссылкой на неназванные источники. Прежде, ну и до сих пор он регулировался Ростелекомом. Ошибаюсь в аббревиатурах этих. А Ростелеком планируется к приватизации полной. Там он только частично коммерческий сейчас, но, видимо, будет более полно. И вот типа того, что раз госуслуги, то нужно кому-то из, собственно, при власти. Чисто организации исполнительной власти. Вот эта передача Почте России, которая есть не очень хорошая репутация. Ну, в смысле, не очень такая, я бы сказал, новаторская репутация. Оно к чему, Олег? Ну, там же сейчас новый генедиректор, которого взяли с частного рынка из, по-моему, Мегафона? Откуда-то? Ну, откуда-то, да. Прямо из телекома такого, конкурентного телекома мы привели директора, сняли того, разгребли кучу посылок, которые не дошли, потушили пожар там. В общем, мне кажется, как раз это хорошая история. Может ли Почта России повторить в каком-то смысле путь Сбербанка, который, мне кажется, сильно преобразился за последние годы? Сбербанка и Парка Горького. Ага. Возможно. Окей, едем дальше. Следственный комитет, снова исполнительная власть, объявил тендер на создание системы, которую будет искать в СМИ и соцсетях сообщения о преступлениях. Максимальная цена контракта 1 194 000 рублей. Олег, это хорошо или плохо, то, что Следственный комитет так серьезно занялся с СССР? Я думаю, что это правильно, на самом деле. То есть, как бы, то, что называется, отыскивать в открытых источниках следы каких-то правонарушений. Нормально. Знаете, что интересно? То, что Президентский комитет и другие организации следящие, они больше занимались поиском экстремистов. И таких вот там, типа, а не формируется ли новая протестная группа и какие-то новые болотные? А сейчас, действительно, вот он занялся вопросом тендера создания системы, которая будет искать сообщения о преступлениях. Там действительно это есть. Там в статусах в соцсетях, в каких-то сообщениях в блогах реально проговариваются люди. Готовятся к каким-то историям, зреют какие-то конфликты. Их можно превотращать, если правильно их мониторить. Верно, Егор? Да, верно. Опять же, это выстраивается в общую картину того, что, как раз, наоборот, обращают внимание на интернет. И понимают о том, что появилась новая механика, в том числе и протестных настроений. Поэтому, как бы, здесь, ну, это, как бы, часть этой картины. Единственное, я хотел прокомментировать еще, собственно, миллион рублей. Ну, недостаточно на создание нормальной системы такой, да? Можно спроектировать за эти деньги, мне кажется, полноценно. Да, но на самом деле можно просто обращаться к существующим сервисам. На самом деле технологии-то есть. Они в коммерческом секторе, они есть. И я бы использовал скорее их, и тогда за эти деньги что-то можно сделать. Совсем коротко, несколько секунд осталось. Значит, на прошлой неделе Google анонсировал новые приложения для Google Glass. Вернее, первые приложения для Google Glass. Интересно, что будет развиваться еще наносимые компьютеры. Также Facebook научился верифицировать страницы знаменитостей. Ставить галочку, что да, это знаменитость. Ну и так далее. Мы продолжим через несколько минут после выпуска новостей. И перейдем к Дум, подготовленным сюжетом о главных событиях последних дней. Ну что ж, мы продолжаем. Пауза была недолгая. Это у нас сегодня от 3 июня 2016 года. Мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также в любое время удобно для вас можете слушать нас в подкасте, переслушивать, ставить закладки на особо понравившихся местах и так далее. Именно таким образом в подкасте можете не пропускать ни одного эпизода программы и быть всегда в курсе того, что происходит в виртуальной среде. Ну а мы продолжаем, как обещал, вместе с коллегами, говорим о том, что важного случилось в этой среде. И сейчас мы перешли к главным сюжетам. Мы выделили две новости, как достойные подробного обсуждения. Но прежде скажу о том, что в студии Олег Ульянский, гендиректор детского портала ТВИДИ, и Егор Руди, сооснователь и гендиректор компании «Рудита Групп», которые вместе со мной, Максимом Спирдоновым, обсуждают, собственно говоря, те самые события. Коллеги, у меня к вам такой вопрос. Компания «Рамблер» знала разные времена и за последние 10-12 лет не раз меняла руководство и направление развития. Попутно «Рамблер» терял выручки, влияние на «Рунет», пользовательской базе. Это было там не очень стабильно, но это в итоге, конечно, происходило. Год за годом происходило. Что стало причиной падения? Есть ли фамилия, боюсь спросить, у главных неприятностей «Рамблера»? Или причиной стали множественные ошибки? То есть авторство коллективное. Как вы полагаете, Олег? Ты имеешь в виду историю «Рамблера» последних там... 10 лет. 10-12 лет. С момента, когда «Рамблер», будучи главной поисковой системой «Рунета», обходя «Яндекс» далеко впереди, в общем, будучи главным сосредоточением внимания пользовательского, вот он почему-то в итоге перестал им быть. Ну, как я понимаю, история заключалась в том, что это была компания, которой управляли инвесторы, а не интернет, ну, то есть не предприниматели, а инвесторы. То есть ошибка была именно тогда сделана, в самой точке покупки. Ну, наверное, да, что все время это был некий актив, который перепродавали, продавали, менялось. Но не было... Мы не видим интернет-компаний почти успешных, в которых нету стержневых одной, двух, трех фигур от своих основателей, которые тянут эту компанию. Интернет-компаний, даже которые вышли на NASDAQ из гигантской капитализации, это по-прежнему стартапы по духу. Как только компания перестает быть стартапом по духу, а становится, не знаю, проктором и гэмблом, в интернете это невозможно. Это вот в производстве порошка это нормально, или там батончиков. А вот в интернете так не бывает. И такие компании начинают... Они держатся на плаву благодаря водоизмещению, которое они набрали, но в итоге они начинают там ржаветь, протекать, и что-то у них не происходит. И ждать своего айсберга. Да-да-да, и ждать своего айсберга. А вот компании, у которых есть там Волож Сеголович условный, не важно, Брин Пейдж, не важно, Стив Джобс и так далее, мы видим эти компании маленькие или большие, даже возьмем афишу, о которой мы сейчас будем поговорить, там Осколков Цинцепер, который многие годы вел эту компанию, да, и мы понимаем, что компания маленькая, а стала прям большой. В чем проблема Рамблера? Игорь. Вот удивительно, насколько я в данном случае согласен с моим коллегой. То есть я считаю, что нету уже 10 лет, нет сильного предпринимателя во главе, нету стержня, и действительно так не работает. И вот, ну, забегая чуть вперед, да, в афише Рамблере было ощущение, что появился такой человек, да, это краски Николай Малибок, который ушел, да. Плюс Дима Степанов. Плюс Дима, ну, на самом деле, есть там предприниматель, который дальше формирует команду, да, вот, и вот там была команда действительно во главе с достаточно сильным предпринимателем, он, ну, достаточно хорошо себя показал, надо сказать, и как продуктовый человек, как человек, который может собрать команду правильную и так далее. Ну, и, в общем, это проблема, что он ушел. Ну, да, ну, как бы, наверное, руководство считает значение. Окей, давайте послушаем о новостях из недр этой самой объединенной из всех объединенных компаний. В структуре объединенной компании Рамблер Афиши Суп произошли значительные перестановки. Как и предполагалось, председателем Совета Директоров стал совладелец холдинга Александр Маммут, а генеральным директором, экс-топ-менеджер корпорации Apple Петр Захаров. Руководство компании объединило медиа-активы в отдельную структуру, которую возглавила Юлия Миндер, ранее занимавшая должность генерального директора издания «Лента.ру». Холдинг покинули топ-менеджеры компании Афиши Рамблер, Николай Малибок и Дмитрий Степанов. Последний перешел на работу в корпорацию «Яндекс». Кроме того, в прошедшие дни было объявлено, что сделка по слиянию окончательно завершена. Закрытие сделки стало возможным после того, как ее одобрили антимонопольные органы России и Украины, где находится одна из штаб-квартир Супмедиа. Само по себе слияние было анонсировано ранее, но теперь оставлены точки над «Ё». Поскольку это российская специфика, то я думаю, что именно такие точки были поставлены. И на сцену вышли новые руководители, которые поведут «Рамблер» со товарищей, поскольку их там много, компаний. А куда они поведут ее? Как считаешь, Егор? Хороший вопрос. Само слияние, на мой взгляд, достаточно позитивно вообще. Действительно, это сейчас крупнейший интернет-медиахолдинг, насколько я понимаю, по количеству аудитории. Мейл больше сильно. Именно как медиахолдинг, скажем так. Чистый медиахолдинг? Чистый медиахолдинг. РБК, я прошу прощения. Все-таки вроде бы они больше РБК. Но вот это неважно, на самом деле. В разговорах входит о том, что это будет третья площадка после Яндекса и имейла все-таки. Это очень хороший пиар изначальный. Но если мы возьмем совокупную аудиторию РБК, я не помню сейчас, но, по-моему, мне кажется, что это где-то очень близкие цифры. Возможно. И в этом смысле, конечно, хотелось верить, что вот смотрите, у афиши «Рамблера» появилась за последнее время продуктовая команда, в том числе во главе со Степановым, которая может делать хорошие продукты. И там главная страница «Рамблера» новая, и там, не знаю, «Рамблер Кассы», там «Рамблер Авиа» и прочее. «Рамблер» кажется, выявили. Неважно. Это связь с тому, что они вроде как научились как-то делать продукты хорошие. И была надежда, что они, собственно, с этим продуктовым подходом сделают что-то с «Лайф Джорнал», которым давно уже срочно пора что-то делать, да, с точки зрения продукта. Но как бы как раз все эти надежды развеялись с уходом всей вот этой основной продуктовой команды. Давай спросим. У нас на связи, собственно говоря, Дима Степанов, пока еще директор по продуктам компании «Рамблера», 7 июня руководитель направления медиасервисов «Яндекса». Дима, слышишь нас? Да, да, привет. Да, вот до этой пятницы я, собственно, дорабатываю в объединенной компании и затем выхожу. Есть огорчение от того, что тебе не придется приводить в чувство «Лайф Джорнал», другие проекты Супа? Не могу сказать, что я как-то страшно этим расстроен, сейчас признаюсь, потому что, ну, не знаю, не могу объяснить точнее, почему, потому что я увлекся последние вот последние там, сколько, наверное, года два, да, судьбой, с два с половиной, я был увлечен и я, и, собственно, команда немаленькая были увлечены приведением «Рамблера» в чувство, и, как кажется, «Рамблеру» удалось чувство привести, и, собственно, мы были увлечены «Рамблером», и, честно говоря, про какие-то другие истории не думали. А было для вас неожиданно вот такой вот разворот событий? Не могу сказать, что мы мечтали о том, чтобы, так сказать, возрождать, да, там, ломать голову над таким «Рамблера» Было для вас неожиданно такое объединение, и насколько это было неожиданно? Хотя понимаю с твоих слов, что все-таки это не было ожидаемо. Ну, нет, мы принимали участие в разговорах, переговорах. А, принимали, то есть вы, в принципе, готовились к этому? Да, не могу сказать, что это было для меня какой-то сюрприз, нет, не было. Переход твой в «Яндекс» — это уход, ну, как бы, с каким чувством ты уходишь? Это огорчение или техническая перестановка, вот, если честно? Ну, как сказать, разумеется, там чувство смешности, с одной стороны, ну, наверное, в первую очередь, не стану скрывать, я рад, что иду работать в такую запечатательную компанию, так как «Яндекс», с прекрасными людьми, но я какие-то дежурные слова говорю, я понимаю, но, чем не менее, правда так. лидер рынка и компания, одна из, так сказать, немногих российских компаний, которая успешно конкурирует на абсолютно открытом рынке, конкурирует с лучшими компаниями мира, да, и с лучшими мозгами мира, и конкурирует успешно. Это, конечно, ну, с одной стороны, большая такая ответственность, а с другой стороны, ну да, так немного сосёт под лорчикой. Вот, во-первых, да, во-вторых, да, немного, не стану скрывать, грустно бросать то, чем, ну, бросать даже сильное слово, оставлять то, чем занимался, ну, сколько лет, там, 10 лет. А место, место вам не нашлось? Место не нашлось вам? Место тебе и Николаю не нашлось совсем? Или, то есть, вас попросили? Нет, дело не в этом, дело в том, что, ну, тут важно сказать, что мы, там, с Аркадием начали разговаривать про Яндекс, там, года полтора назад, не больше, поэтому, тут, ну, то есть, мой переход с событиями, вот, с влиянием, в общем, с большим счётом, никак не связан. Дим, дим, пожалуйста, прерываю, поскольку немного времени. Последний вопрос, насколько можешь деликатно, но всё-таки по-честному скажи, что ты ждёшь от дальнейшей жизни объединённой компании, какие дальше будут действия? Понятно, что ты пока ещё связан корпоративной этикой, но, тем не менее, как-то, вот, возможности постараться быть объективным. Да нет, дело не в такой корпоративной этике. Мне кажется, что в объединённой компании собралось огромное количество бодрых, талантливых людей. У меня была возможность, там, пусть кратко, но, тем не менее, пообщаться с Петром, который производит впечатление человека весьма-весьма профессионального, неравнодушного и, в общем, перемячивость, достичь каких-то больших высот. Ты веришь в то, что компанией будет светлое будущее? Да, безусловно, конечно. Хорошо, спасибо большое. А можно главный вопрос? Дима, привет, Олег Гульянский. А что будет с пикником афиши? Вот что всех волнует. Да всё прекрасно будет с пикником афиши. Смотрите, когда я начинал заниматься с пикником афиши, мне было 22, по-моему, 23 года. Затем я, так сказать, эту и соседу передал Жене Гаретке, которая до недавнего момента, в общем, занималась всеми оперативными делами с пикником. В свою очередь Женька нашла в начале этого года, или в конце прошлого, я уж не помню, Диму Клинову, который, собственно, сейчас занимается пикником, которому, кстати, говоря, да, Женька начинала, ей тоже было 22 года. Сейчас вот есть пикник, которому позавчера исполнилось 23, занимается пикником. Там есть команда, команда, в общем, сыгранная, и... Всё с ним будет в порядке. Не страшно оставлять пикник. Хорошо, спасибо большое. Есть, кому его подхватить. Спасибо, Дима, извините, что прерываю. Это был комментарий Дмитрий Степанов, пока ещё директор по продуктам компании Рамблера, а 7 июня руководитель направления медиасервисов Яндекса. Короткая справка для наших слушателей, коллеги, значит, Рамблер, потому что вы в студии знаете то, что я сейчас скажу. Рамблер в конце 90-х годов был крупнейшим поисковиком Рунета. В 99-м контрольный пакет сервиса был продан компаниям Русские фонды и Orion Capital Advisors. И тогда это была такая вот вакханалия инвестиций в ожидании, как они ещё тогда не знали, краха доткомов от этого вот. Сначала бума доткомов, потом краха. После этого к Рамблеру в руководстве пришли далёкие от сети люди, и компания начала проигрывать конкурентам. Если коротко ситуацию формулировать. То есть, вроде как и назначения делались более-менее верные в менеджменте. Вроде как. Но, тем не менее, шаг за шагом Рамблер терял, терял, терял поисковую долю, позиции, перестал быть поисковиком вообще в итоге сейчас. В 2001 году лидерство, возвращаясь к истории Рамблера, в сегменте поиска прекратил Яндекс. В 2011 году Рамблер окончательно оказался от собственного поисковика. Вот такие вот дела. Значит, согласно условиям сделки объединённой компании, вот сейчас уже все операционные решения останутся за господином Мамутом. А стратегические будут приниматься совместно, видимо, с профмедиа, с менеджментом. Как мне кажется, осталось буквально минуту у нас, я коротко собственную мысль закину. Действительно, очень много хороших активов, очень много толковых, как говорил Дмитрий Степанов, менеджеров. Вопрос, как их теперь всех друг с другом подружить, что делать с дублирующимися позициями, которые точно возникают в этой истории. Как вы думаете, Егор? Я думаю, очень много зависит от личности Петра Захарова и от позиции Мамута, захотят ли они сильно влиять на это, вообще на стратегию развития компании. Пётр Захаров новый гендиректор компании. Да, поэтому давайте его звать, давайте его пытать, заглядывать в глаза. Мы хотели взять его комментарий, но, к сожалению, он был на совещании и не смог там прокомментировать это прямого эфира, Олег, 20 секунд. Я очень, очень с большим уважением отношусь к Юли Миндер, которая много лет делала, была генеральным директором лидерского интернет-газеты Лентару, ну, интернет-издания Лентару. И теперь же, когда она возглавляет весь СМИ-блог, я думаю, что это очень хорошая новость. Я понял тебя. Через минуту мы продолжим. В финальном блоке РУНОТ сегодня обсуждение спорных инициатив Министерства культуры, направленных против интересов средневроссийского пользователя, вроде бы как, который, что таить, часто балуется нелицензионным контентом. Ну что ж, остался еще один блок, еще один сюжет, который мы обсудим как основной в программе РУНОТ сегодня, вот 3 июня 2019 года. Звучим на 1.9.6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Напомню, что меня зовут Паксим Спиридонов, за время звучания эфира мое имя не изменилось, а гости выпуска Егор Руди, сооснователь гендиректора компании «Эрудитер Групп» и Олег Ульянский, гендиректор детского портала «Твитя». Продолжим, коллеги. Минкомсвязи, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, я не ругаюсь, я называю ведомство. Далее, Следственный комитет, администрация президента, можно продолжить список структур исполнительной власти, которые в последнее время все активнее интересуются РУНОТом. Мы об этом и в начале программы говорили так или иначе. Значит, они прямо или костно предлагают способы какого-либо взаимодействия с сетью, регулирование ее, модерации, выравнивание русскоязычного пространства. Коллеги, вот вопрос такой, это нормально то сейчас происходит? То, что мы обсуждали, да, то, что они интересуются. Егор? Ну, это неизбежно было, то есть нормально, ненормально, то есть все, у них есть глаза, то есть они понимают, что мир изменился, механика, как бы, многие механики изменились, поэтому да, это нормально, что они этим интересуются. На самом деле, надо отдать должное, они стараются делать это цивилизованно. Ну да, как мы коротко уже упоминали. Да, да. Ну вот так. Ну, цивилизованно, мне кажется, очень большой натяжкой, то есть, условно говоря, возьмем тот самый знаменитый Мизулинский закон про уберегание детей, вот эти все 12 плюс, 6 плюс, все это истает. Закон, о котором большинство ненормальной нормативной базы не было, и так и нет, и все это существует, и заблокированные там тысячи сайтов по ошибке, и вообще вся история, и очередной закон, где ключевое слово досудебное, вот это проблема. В стране, где суды криво работают, а это еще и досудебное мероприятие, это нужно, это по письму, это по указанию, это по решению каких-то экспертов, вот это все, мне кажется, очень большая проблема. То есть, сначала было, на самом деле, если сравнить американское законодательство, регулирующее интернет, и российское, американское в разы более жесткое. То есть, вообще несравнимо. Закон охраны детей в НКОПа, и другие еще куча законов, и антипиратское законодательство там очень жестко. Несравнимо с российским. Потому что в России было сначала, там, 10 лет попустительства, и, ну, там, какие-то отдельные тысячи, десятки тысяч людей этим забавляются, пусть все забавляются. Это, для народа есть первый канал, а эти пусть балуются. Этим ты имеешь в виду интернетом? Ну, да, вот эти вот, которые там, да, они вот играют в свой интернет, а для народа все равно у нас есть первый канал. А сейчас, когда после событий, там, болотные, все вокруг этого было понятно, что интернет это средство влияния на умы, все побежали этим заниматься. Но, опять-таки, не строить систему нормальной регуляции, и, опять-таки, если сравнивать с американской, которая в каких-то местах гораздо жестче, но она очень продуманная, с кучей актов, с возможностью там подавать суды, рассматривать в судах, и так далее, и так далее. Всего этого просто нет. Просто сказали, ага, теперь мы письма, напишем письмо, и отключим сайт. Как говорится, если не будут брать лотерейные билеты, отключим газ. Я уже говорил, на самом деле, что нельзя построить это мгновенно, то есть есть кривая обучения, она требует время, поэтому здесь как раз-таки я более или менее спокоен, я вижу, что это естественный процесс, да, они будут делать ошибки, они будут исправляться и двигаться дальше. Вопрос только в другом, на самом деле. Сейчас закладываются механизмы регуляций, да, вот всеми этими вот историями, да, и тут прислалутый ВКонтакте, в том числе, да, не исключено, что... Между покупку. Да, не исключено, что проблемы, они могут быть дальше, когда будут созданы эти механизмы и когда нужно будет, вот это ружье, которое висит на стенке, да, оно же должно когда-то выстрелить. И вот здесь, то есть, потому что сейчас ничего супер радикально плохого не происходило, да, но, как бы, механизмы созданы и вот вопрос, как бы, как это выстрелит, продолжает проблема. Продолжая то, что ты говоришь, можно представить себе такую аналогию, то, что стоит лошадка такая красивая, невзнузданная, и вокруг нее ходит опытный или неопытный, неважно, конюх, и говорит, сейчас мы тебя ремняем немножко, ты не беспокойся, все равно, просто мы тут, здесь упряжь, там в зубы эту штуку, как бы, там седло, ничего, все в порядке. И когда вот он полностью ее, так сказать, приведет в порядок, взнуздает, вот тут могут быть натянуты поводья. Абсолютно. Сейчас про Минкультура, которая, по примеру коллег, рванула в виртуальную среду. Министерство культуры России подготовило ряд поправок законодательства, которые призваны бороться с нелицензионным контентом в интернете. Помимо прочего, документ предлагает введение до судебного порядка блокировки и удаление пиратских материалов. Также, согласно поправкам, будет создан государственный реестр охраняемой интеллектуальной собственности, который позволит обязать владельцев сайтов отслеживать законность материалов, размещаемых на их ресурсах. Кроме того, если законный проект будет принят в представленной редакции, ответственность за распространение пиратского контента будет возложена на пользователей также файлобменных сетей, на торрентов. Да-да, и на вас, уважаемые слушатели. В общем, если так, у меня два к этому отношения такие. Я тут начинаю раздваиваться. В одном такая ироническая, то, что они посигнули на святое, на право русскоязычного пользователя скачивать и слушать, смотреть лучшую мировую музыку, видео, книги бесплатно читать. То есть, такое граничное отношение предпринимателя, который знает, что это стоит денег и должно продаваться. В другом смысле, я понимаю, что то, что происходит, это прозвон, еще один прозвон, типа, а как отреагирует среда в исполнении Минкунсвязи в данном случае? Потому что нужно им эту среду регулировать. Верно, Егор? Да, верно. И, ну, я, честно говоря, думаю, что этот прозвон, он удастся, на самом деле, вряд ли, вряд ли будет там существенное возмущение. То есть, затянут поводи уже сейчас? Ну, создадут механизмы, как мы говорили. То есть, вряд ли они будут прям затягивать их, да? То есть, они сейчас примут некий там свод правил, да? Но понятно, что для него не будет инструментов. Вот когда они их создадут, ну, посмотрим, как они будут работать. Олег, сейчас их нету. Речь, по сути дела, идет о том, что каждый сидер, ну, тот человек, который раздает контент со своего домашнего компьютера, он автоматически является преступником. В этом есть большущая проблема. Прежде всего, ну, это же мы говорим сейчас об области юриспруденции, да? Это значит, есть какая-то презумпция невиновности, есть понимание о том, что человек, кто-то должен доказать, что те файлы, которые он раздает, они контрафактные, условно говоря. Мы понимаем, конечно, все, что 99% того, что раздается, это окей. Но это не отменяет презумпция невиновности, это не отменяет принципа, что человек, добросовестно раздающий, и вообще не отменяет право человеку дать кому-то почитать книгу, дать кому-то послушать диск или переписать. Я думаю, что сегодня вся история, что никому ничего нельзя давать переписать, что бы ни писали большими буквами на диске, это нереально. Все умерло. Это все осталось в прошлой веке. Поэтому я думаю, что вот такого рода история, когда сразу, помните, когда Окопов о медиа обвинил там миллионы пользователей ВКонтакте преступниками, и возникла большая волна. Это то же самое, только это же не Окопов, а Медынский. Типа, Министерство культуры скажет, что там 50 миллионов человек в стране, а они преступники, потому что они раздают файлы. Это, мне кажется, очень проблемная история. Не может быть 50 миллионов преступниками. Я думаю, что и ситуация, ограничение каких-то ресурсов, которые участвуют в таком обмене, наверное, это логично. Ограничение миллионов людей, это нереально. Да, поэтому инструмент влияния, скорее всего, будет выбран все-таки через бизнесы, через большие структуры. Это гораздо более управляемо. Но потом доберутся, наверное, до пользователей. Здесь есть такая проблема. Надо согласиться с следующим. То, что действительно, российский пользователь в тотальной своей массе, то есть практически 100%, 98%, я бы так сказал, он избалован, ну, если хотите, избалован или просто вот испорчен нелицензионным контентом. ВКонтакте, как крупнейшая база нелицензионного контента, сделала ощущение у нас, у наших слушателей, у тех, кто сейчас находится за той, 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 динамика, о том, что потребляемая ими музыкальная и видеопродукция совершенно бесплатно, ее можно и нужно дальше потреблять бесплатно. Вырвалась привычка. И вот в смысле, чуть выше обсужденная нами в программе Яндекс.Музыка под Андроид, я, по-моему, рассказывал, коротко о том, что я с наслаждением читал комментарии, в которых люди, ну, просто в лучших чувствах были оскорблены. Это не единственный случай. То же самое пишут эти пользователи в разделе Google Play с видео. Как можно брать 50 рублей за мультфильм, который на торрентах бесплатно? Ну, что же вы делаете? Вот есть такая проблема с одной стороны. С другой стороны, активное давление и, там, досудебные разборки, прикрытие просто по звонку или по письму и так далее. Это тоже большой вопрос. Значит, у нас есть комментарий со стороны, собственно, Минкомсвязи. Наталья Викторовна Ромашева, начальник нормативно-правового департамента Министерства культуры и разработчик законопроекта у нас на связи. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько этот законопроект, который обсуждается сейчас и, как вы видели, встретил довольно неоднозначную реакцию, насколько он зрелый, насколько он, так скажем, опасен для слушателей, сейчас, Финал ФМ, для пользователей массового, которые, как известно, привык пользоваться бесплатной музыкой и видео. Знаете, в первую очередь, я хотела бы еще раз отметить, что интернет это не некая особая среда, где не должно быть никакого регулирования и должны действовать единственные принципы свободы поиска и распространения информации. Интернет это информационная система, сеть, которая позволяет нам с вами распространять информацию. И поэтому все участники интернет-пространства безусловно должны соблюдать законы Российской Федерации, в том числе четвертую часть Гражданского Кодекса, которая защищает права авторов. Наша цель законопроекта, который разработал Министерство культуры, вот она заключается именно в закреплении на уровне закона механизма оперативного прекращения на нарушение прав на объекты авторского права и смежных прав, которые размещаются пользователям сети интернет. Законопроект ни в коей мере не направлен на пользователя. Мы понимаем, что пользователь может не знать, может заблуждаться, кому сейчас принадлежат права, или это находится в свободном пользовании и свободном размещении. А вы понимаете, что пользователи действительно зачастую реально не понимают, что они пользуются нелегальным контентом? Вот может, стоит провести сначала работу разъяснительную с ними прежде всего, потому что разом бить по голове наверное будет для них больно. Вы знаете, я еще раз повторю, что законопроект не бьет по голове пользователя, он лишь дает механизм правообладателю. Правообладатель, если уже увидел, что допущено нарушение, он просто информирует об этом владельцу сайта и просит его удалить, приостановить доступ к этому контенту. Хорошо, сегодня у нас не так много времени для того, чтобы сказать это подробно, большое-большое за комментарий, мы будем завершать программу, 20 секунд, которые у меня есть, я потрачу на то, чтобы благодарить вас, коллеги, за присутствие в этой студии, напомню, что вместе со мной события ушедших дней власти виртуального обсуждали Егор Руди, гендиректор и Рудитр Групп и Олег Ульянский, гендиректор детского портала ТВИДИ. Меня зовут Максим Спиридонов, это была программа Рунет сегодня, напомню, что слушают нас целесообразно каждый понедельник, всего доброго и пока.